Будет очень, я думаю, полезно и интересно нам немножко пообщаться и подумать все вместе. Сегодня мы с вами поразмышляем над одной притчей, ну, собственно, не секрет, притча о сеятеле, которая мне раньше, когда я слышал, что кто-то начинает говорить или толковать эту притчу, мне казалось, что будет немножко скучновато все-таки сейчас, видите, семена куда-то падают, все пропадает, потом там что-то, значит, получается все-таки в конце, и как-то мне не очень это было интересно. Но какое-то время назад я стал тоже думать по поводу этой притчи, и сегодня мы с вами, знаете, перетолкуем, мы скажем ее по-другому, мы объясним ее по-другому, мы подумаем над ней по-другому, и очень хочется надеяться, что она как бы заново прозвучит по-новому сильно и, ну, будет иметь какие-то хорошие последствия в нашей жизни. Вот, да? Очень коротко, давайте на две секунды и закроем глаза. Боже, благослови нас, дай нам Духа Святого, скажи к нам, к нашим сердцам, что нам сегодня нужно услышать, что понять, что пережить, и какими быть завтра. Ради Христа просим. Аминь. Христос рассказывает притчу о Сеятеле. Евангелие Луки, 8 глава. Как Он это делает? Он делает это сидя. Сказано, что Иисус садится в лодку, лодка чуть отходит от берега, Он сидит в лодке, а перед Ним группа людей, слушателей. И Он начинает говорить. Вышел Сеятель, стал бросать семена. Какое-то семя упало у дороги, и его тут же украли. Ну, потому что у нас у всех есть враги. У каждого. Есть какой-то враг. Этот враг ворует, и он лишает возможности получить урожай. Второе семя падает и оказывается где-то среди камней. Но с камней урожая не собирают. Вообще-то надо было бы подумать о том, чтобы была какая-то земля. А потом еще поливать надо. Иисус говорит, и второе семя, или второй участок поля гибнет, потому что влаги нет. Бросить семя мало, надо ухаживать. Влаги нет, все умирает. Затем какой-то третий очередной участок поля. Сеятель опять бросает семена. И тут оказывается, что он их бросает в очень конкурентную среду. И тут же выясняется, Иисус, как Лука пересказывает, да, мы не знаем там идеально всех точных слов, но Лука так пересказывает, что конкуренты заглушили доброе семя. Выжили те, кто оказался злее, наглее, агрессивнее, бессовестнее, злоречивее. Они выжили, а доброе семя не справилось с этими препятствиями. Опять ничего не получилось. Три четверти семян. Все зря. И только одна четверть принесла удачу. Семя брошено, почва оказалась доброй, приносит плоды и хэппи-энд, но с привкусом некоторой горечи. Все-таки три четверти пропало. Ученики спрашивают Иисуса, а что это было? Это о чем? Что все это значит? И Христос начинает объяснять. Нам же тоже интересно, что это значит. И Христос начинает объяснять. Интересно, что три евангелиста рассказывают, пересказывают эту притчу, и все трое делают чуть иначе. Каждый из них делает чуть иначе, чем другой. Что такое семя? Евангелист Марк говорит, семя – это слово. Точка. Евангелист Матфей говорит, семя – это слово о царстве. Помните молитву «Отче наш?» «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое». Вот об этом семя. Но евангелист Лука говорит, семя – это слово Божье. Еще более в общем. И вот мы с вами сегодня попробуем оказаться как бы четвертым евангелистом, да, в кавычках. И дать еще одно определение тому, что такое семя. Если оно вас немножко напугает, не пугайтесь, вы просто слышали, вам показалось. На самом деле четвертого евангелиста по поводу репричи не было. И поэтому семя – это любое слово. Любое слово. Вообще любое, полностью любое семя. Любое слово – это семя, любое семя – это слово. Ну что это значит? Все слова обладают какой-то энергетикой. Они несут какую-то энергию. Мы с вами разговариваем, и кто-то подходит, что-то рассказывает, и все улыбаются и рассмеялись. Почему? Слова несут значение, значения складываются в смыслы. Мы ухватываем этот смысл, и наше настроение меняется. А вот кто-то к вам подходит и говорит что-то такое, что вам становится очень горько, обидно, больно, и хочется отсюда уехать. Это тоже семя. Оно было брошено. Оно попало в почву вашего сердца. И оно моментально приносит какие-то результаты. Почему так быстро? Потому что энергетика. Слова заряжены. В каждом слое есть энергия. Это такой спектр, даже от слов уникченых, которые кажутся, ну там ничего нет. Нет, там тоже есть. А потом до слов, которые могут все разрушить. И до слов, которые могут создавать. Вот такой необыкновенный спектр. Семя – это любое слово, которое мы подумали, но не произнесли. Это семя. Слово, которое мы сказали. Слово, которое мы услышали. Слово, которое мы не сказали. Сказали другое, но подразумевали то, которое они сказали. И нас поняли. Это тоже слово. Слово, которое мы спели. Вот сегодня мы же слышали. Кто были эти люди, которые здесь стояли? Они были сеятелями. Это были семена. Шла энергетика. Шла сила. Шла какая-то энергия. Шел какой-то смысл. Что-то происходило с эмоциями. Правда? Это были их семена, брошенные в наше сердце. А мы в это время кем были? Ну, мы были почвой. Но мы были тоже и сеятелем. Но мы были тоже и семенем в каком-то смысле. Потому что мы теперь можем понести это состояние, это ощущение дальше. Поделиться, рассказать. Слово может быть прочитанным. Слово может быть написанным. Слово может быть показанным, как видеоряд или видеокартинка. Или просто картинка. Вот такое многообразие слов. И каждое слово – это семя. И каждое слово несет какой-то заряд. Но кто такой сеятель? Кто такой сеятель? Вы знаете, присмотревшись к этой притче, мы чувствуем, что не все как-то идеально. Потому что, ну что это за сеятель? Бросают у дороги. И тут какие-то недруги налетели и все украли. Ну не надо туда было бросать. Надо же было как-то подумать, предварительно чем-то защитить. Но сеятель все-таки это сделал. Все пропало. Затем он бросил там, где камни. Опять все пропало. Но тоже не очень мудро. Затем он бросил там, где конкурентная среда. Но сначала нужно уничтожить конкурентов. А потом что-то продвигать. Это так не работает. Когда, знаете, если вы бросили семя к одуванчикам, одуванчики его удушат. Они с виду красивые. Они его удушат. И вот у нас возникает вопрос. Сеятель – это Бог? Ну как-то. Может быть, это Христос, но как-то не очень. Дух Святой, Ангелы Божии, Пророки Божии. Может быть, это проповедник. Может быть, это какой-то спикер. Может быть, это человек, который что-то толкует, разъясняет. И вот мы сегодня, оказавшись в роли четвертого евангелиста, опять, так сказать, перетолковываем эту притчу и говорим, что Сеятель – это, внимание, ты. Это ты. Ты, ты, ты. Это ты несешь ответственность за слова, которые ты думаешь, произносишь, пишешь, читаешь, изображаешь, поешь. И которые не произносишь, говоришь что-то другое, но все-таки подразумеваешь. Ты отвечаешь за это. Понимаете, мне подумалось, что нам легче как бы предполагать, что Сеятель – это дядя у микрофона или священник у Амбона. Это его ответственность, что он там сеет, как он сеет. Нет, это твоя ответственность. Это ты сеешь в свое сердце и в сердца окружающих людей. Это ты делаешь. И ты несешь ответственность за то, как ты сказал, что ты сказал, написал, показал, рассказал, подумал. Помните, перед потопом люди думали, «А Бог знал и слышал, они думали злое». Сеятель – каждый из нас. И вот нам надо сегодня посмотреть на эту притчу так. Каждый из нас – сеятель. Мы несем всю ответственность. И каждый из нас распространяет то или иное семя, впрочем, как и получает его, принимает, и что мы с ним делаем, когда его принимаем, когда мы его получаем. И вот знаете, что нужно сказать? Что семена, вы сказали слова, что они бывают очень разными. И все-все-все семена, все слова, все слова, которые есть, были или будут, делятся на две большие группы. Первая группа – это Слово Божие. Слова Божие. А вторая – все остальные. Вы знаете, что иногда людям кажется, «Ну, как тут провести границу?» Ведь бывают такие чувства, такие эмоции. Кто-то говорит так красиво и так важно. Это почти как Слово Божие. Может быть, это весь, и кто-то приходит, «Мне Бог сегодня сказал, открыл это Слово Божие». Границу бывает провести трудно, но она существует. В Деяниях Апостолов есть потрясающий пример, когда один из потомков царя Ирода, тоже царь Ирод, в 12 главе Деяния Апостолов рассказывается, когда он вышел к людям в блистающих одеждах и стал говорить, а толпа была льстивая, достаточно подлая, как, впрочем, и сам царь, и люди стали орать, «Это голос Бога, а не человека!» Какие замечательные слова! Это Бог, это Божье Слово! И далее сказано, «Ангел Божий сходит, поражает жестокой болезнью этого царя за то, что он позволил толпе, не воспрепятствовал и сам поверил в то, что невозможно различить Слово Божие человеческое, и все это свалил в одно, а граница есть, и ее нельзя нарушать». Сам Христос очень часто цитировал пророков. То есть он говорил, рассказывал что-то, а потом ссылался и говорит, «Пророк такой-то сказал вот так», или «Как сказано у Моисея», или «Как сказано у Исаии». Почему Христос цитировал пророков? Вы когда на себя спрашивали, неужели он сам не мог сказать что-то более божественное, чем говорил Моисей или Езекииль? Оказывается, не мог. Но не потому, что не мог, а потому, что не было нужды, потому, что это и было Слово Божие, слова пророков, записанные слова пророков, это и было Слово Божие. К Нему нельзя ни убавить, ни прибавить. И Христос ссылался на них, показывая, что граница существует. Есть Слово Божие, а есть все остальные слова. Интересно, что когда апостол Павел начал свою проповедь, очень скоро, когда он писал послание фессалоникийцам, он тоже сказал, что теперь проповедь апостолов, и то, что апостолы говорят о смерти спасителя и о воскресении, и о грядущем царстве, это тоже теперь Слово Божие. 2 Фессалоникийцам 2,13. Это теперь Слово Божие. И оно не такое, как все остальные. И вот, вы знаете, у нас может возникнуть мысль, но вот когда я чувствую такие благородные мысли, такие чувства, такой пазы, такие слова, ну прямо Бог говорит со мной, я молюсь, Он прямо говорит со мной. Слово, это Божье Слово? Ну скажем так, это слова пограничного значения. Они возвышены, как Божьи слова. Но они все-таки не вечны, как Божьи слова. И поэтому, да, граница такая есть, и нам нужно это помнить, нам нужно этим дорожить, и нам нужно этим, нам нужно уловить, что Слово Божие обладает такой энергией, такими свойствами, какие не обладает ни одно другое слово. Вы знаете, мы вступаем в такую фазу жизни, истории, о которой, о которой пророк Амос говорил. Он говорил так, «И будут ходить от моря до моря, скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут». И далее добавляют, «В те дни будут истаивать от жажды красивые девушки и юноши, и они падут, и уже не встанут». Представляете, какая сила! Пророк видит это время. И кто знает, быть может мы, и кто-то из нас еще успеет стать свидетелем, и мы вступаем в это время, когда окажется, что Слово Божие не так легко найти, потому что, если оно не сохранилось, не осталось в тебе, не накоплено в тебе, ты упадешь, и уже не встанешь. Слово Божие обладает такой энергией, какой не обладают ни одни, какие другие слова в этом мире. И вот, вы знаете, на территории некоторых скандинавских стран созданы специальные хранилища, хранилища семян, глубоко под землей, при специальной температуре, влажности, где люди в белых халатах, где охрана на уровне охраны президентов, потому что частные корпорации и правительства некоторых стран вложили огромные деньги, чтобы создать эти хранилища и запасы немодифицированных, чистых, здоровых, живых семян. Так что, даже в случае бомбардировки эти хранилища выдержат, и хозяева этих семян надеются, что если на земле не станет даже ничего зеленого, и все растения погибнут, а эти люди выживут, у них будет пища. Потому что они вовремя накопили и защитили свои семена, которые никто не украл, которые оказались не на камнях, и которые не в конкурентной среде. они сделали все возможное, чтобы защитить семена, которые обеспечат их жизнью, когда все остальные будут покипать. Мудрый план. Да. И вот Христос сегодня, друзья, зовет нас создавать такие хранилища. Создавать в нашей среде, создавать у себя, в себе сохранять. Вы знаете, мы же все сеятели, мы только что сказали, что каждый из нас это сеятели. Это нетрудно доказать. Вот придете вы сегодня домой вечером, придете, значит, еще есть время до сна, ну, уже вечер, вы закройтесь в своей маленькой комнате, потом как разбежитесь и не закрывая глаз, как прыгните вниз головой и прямо знаете куда? В экран вашего компьютера или телефона. Это удивительно, как такие большие люди помещаются в экранах своих девайсов, просто с головой, что потом мама скажет, Миша, чай будешь? Да сейчас, я тут смотрю, надо досмотреть. Маша, значит, тут сладкое что-то будешь? Да сейчас, мне надо дописать, мама, не могу, да сейчас. И вот мы там, потому что там целый мир, правильно? Там такое количество семян, там такое обилие, изобилие, там кто-то пляшет и показывает, как? Это семя. Там кто-то смеется, хохочет и объясняет, и показывает, и рассказывает, там кто-то решает сложное уравнение и показывает, как это делать, а кто-то объясняет, что завтра, завтра, наконец-таки нужно покупать биткоин, ну или продавать, кто уже успел купить, вот. Или же, а кто-то, вы знаете, говорит, что приходит время, когда надо будет убивать, да, и рассказывает о том, как сегодня утром кого-то уже убили, а кто-то рассказывает о том, что мир такой сложный, но волноваться не нужно и думать не нужно, потому что теперь за нас будет думать искусственный интеллект. Какая хорошая новость. Это целый мир, это океан, это океан, в котором, океан слов, океан, в котором мы уже давно захлебнулись и утонули. И слова эти внутри нас, вокруг нас, они везде. Если мы не защитим свое сердце от семян, от слов, с отрицательной энергией, с отрицательным зарядом, это взорвет нас, мы пропадем, мы не выживем. Христос говорит, заботьтесь о доброй почве, приложите усилия, чтобы отдать предпочтение. Мы не можем закрыть уши, знаете, и спрятаться под одеялом, и ничего не слышать, не знать, и отказаться. Нет. Но какой приоритет? Мы встречаемся, разговариваем за обедом. Нам интересно, я сам себя спрашиваю, нам интересно поговорить о Слове Божии. Нам интересно спросить друг друга, а что ты прочитал, а что ты узнал, а что ты понял, а как ты это почувствовал? А когда парень с девушкой встречаются, девушка спрашивает его, как дела, все хорошо, как день, нормально, как там, да, все хорошо. А вот еще хотелось спросить, а что ты сегодня прочитал из пророков, может быть, из Салтыря, расскажи мне. А юноша не ожидал. Или юноша может сказать девушке после того, как они поговорили, привет, как дела, спросить, о чем ты думала на этой неделе, когда была наедине с Богом? Когда мне так интересно узнать, потому что мне так нравится об этом слушать, что ты поняла, что ты узнала, что ты почувствовала? Почему мы стесняемся, почему боимся об этом говорить? Или на наших богослужениях, почему бы не сделать маленькую часть, где кто-то выходит 30 секунд, одна строка, две строки, три строки, но наизусть говорить что-то из Писания, что-то, что запало, затронуло, что важно? Почему бы нам не вернуть эту, или не создать заново эту культуру присутствия, большего присутствия Слова Божьего, когда мы собираемся вместе? Мне кажется, что-то может случиться со всеми нами, если мы будем к этому стремиться. Это было бы очень интересно. Вы знаете, когда Христос приближался уже к последним событиям, Он все чаще и чаще говорил словами Моисея, Данила, Ильи, Елисея, Исаии. Он, когда было что-то особенно важное, сложное, ответственное, Он переходил на слова пророков. Почему? Потому что Слово Божие это такая сила, которая Его, Иисуса спасала. Когда дьявол искушал Христа, чем Он спасался? Спаситель спасался. Чем? Он помнил, Он знал, Он не спрашивал, ой, где-то там написано, сейчас может я посмотрю. Нет, Он просто эти слова, Он был наполнен этими словами, они жили в Нем, Он просто отвечал, Он работал этими словами, и они работали. И это была такая сила, это было так красиво, это было так вдохновляюще. И когда уже последние события, теперь вокруг Голгофа и Креста, вы знаете, что многое сказанное в Псалтире теперь показано в ситуациях, в том, что люди делают, как они говорят, поступают, и мы видим, как эти слова сбываются, как они воплощаются, и как они звучат в изображении. И то ли уже Христос цитирует Писание, то ли Писание цитирует Христа, это уже не так важно. Важно то, что по этим словам колоссальной глубины, веса, значения, искренности, силы, мы узнаем, кто такой Христос. Не потому, что его существование доказали археологи или историки, нет. Из самого слова, которое обладает такой внутренней силой и так воздействует на нас, что у нас не остается больше никакого другого ответа, кроме как сказать «Верю, верю в Божий, верю». Это да, 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 это Он. Мы по этим словам, по словам из Писания, мы узнаем Иисуса Христа как Мессию. Разве это не удивительно? Такая сила в Слове Божьем. Настолько отличается оно от всех других существующих семян. Сегодня Бог призывает создавать в нас хранилище, запасаться и с уверенностью смотреть в будущее, зная, что мы не упадем. А если кто-то где-то испоткнется, легко поднимется, потому что мы накопили в себе столько слова, столько энергии, которая спасителя спасала и нас спасет. давайте скажем одну короткую молитву, а потом еще два слова добавлю. Наш небесный Отец, мы просим тебя, чтобы ты благословил нас и помог нам заново переоценить силу Твоего Слова, его воздействие, его энергию, чтобы мы были ближе к этому Слову, чтобы оно было в нас, чтобы мы были такими сеятелями, такими семенами, такой почвой, которая приносит благо и благословение. Аминь. Сегодня и последующие дни начинайте учить Слово наизусть. Возьмите молитву Отче Наш, выучите ее на одном языке, на двух, может быть на трех. 22-й, в английском 23-й псалом, The Lord is my shepherd. Выучите его на двух языках. Выучите еще один псалом и еще, потом часть Нагорной проповеди. Наслаждайтесь тем, что вы можете цитировать, вы можете помнить, вы знаете, это слово живет здесь. Это не просто механическое повторение. Это потрясающе, это удивительная сила. Она даст ростки тогда и так, как мы даже не ожидали бы с вами. Христос даже себя назвал семенами. Вы знаете, что мы перечислили разные слова, но самое важное слово, знаете, какое? Воплощенное. Оно только одно. Это только Христос. И сам Христос сказал, я как семя. Я ухожу в землю, но я вернусь, чтобы жить. И эта сила, эта энергия преодоления, она даруется нам сегодня. Давайте нам учить слова на Иисусе. Давайте впускать их в нашу жизнь. Чаще говорить этими словами и позволять им жить в нашей среде. и пусть Бог нам в этом поможет. Аминь. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok